Всем приветики! Добро пожаловать ко мне! Сегодня мы с вами готовим очень быстрые, вкусные, доступные закуски. Вот так вот, раз-два, в два счёта, и всё будет у вас готово на праздничном столе. Целый день не нужно стоять. Всё банально просто, в этом вы сейчас сами убедитесь. Ну что, давайте уже начинать готовить! Твёрдый сыр, грамм 50, трем на мелкой тёрке. Ну, вот таким образом. Сюда же к сыру трем 2 варёных яйца, также на мелкой тёрке обязательно. Сюда добавляем пол чайной ложки сухого чеснока или зубчик обычного, немного майонезика. И всё теперь до однородности перемешиваем. Начинка готова. Следующее, возьмём крабовые палочки, но для того, чтобы они лучше открывались, зальём их тёплой водой, почти кипятком, но не совсем кипятком, минут на 5. И после этой процедуры палочка легко открывается и разворачивается. Вот, они становятся мягкие, эластичные и их легко открыть. Даже если где-то что-то порвётся, ничего страшного. Всё, и вот так вот палочки открываются. Если тут немного, как у меня сверху порвалось, ничего страшного, накладываем вот так внахлёст друг на друга и готово. Выкладываем начинку с одного края, где белая. Делаем заворот в рулетик всё это. Отрезаем попочки, делаем ровные края и режем напополам. И вот в таком пока это всё состояние. И теперь, когда все рулетики готовы, формируем ёлочку такую нарядную. Сейчас мы её ещё украсим. Ну всё, практически ёлочка уже почти готова. Осталось её только украсить. И всё. Берём веточки укропа и делаем как бы вот такие вот листочки ей. Теперь осталось немного её украсить. Сверху можно посыпать немного укропчиком, немного яйцо потереть. Если оставились крабовые палочки, можно и крабовыми палочками ещё украсить. Эта закуска делается ещё быстрее, чем предыдущая. Но сюда тоже нужно потереть сыр. Грамм 50 на мелкой тёрке также. К сыру теперь добавляем приятелей. Это 2 яичка. Трём сюда также на мелкой тёрке обязательно. Сюда же немного добавляем кукурузки. Майонезика чуть-чуть. Немного укропчика. Теперь всё это перемешали и начинка готова. Очень быстро всё делается. Буквально на тёр, смешал и всё. Далее берём вот такую нарезку тоненькую, прямоугольную. Выкладываем сюда немного начинки. Буквально где-то 2 чайные ложки будет достаточно. Немножко. И теперь сальто за ворот делаем. Вот таким образом. Чтоб не разворачивалось, немножко с краешку смазываем майонезом. И всё теперь это прекрасно скрепляется. Для этой закуски берём любой вид мяса. У меня копчёный окорочок куриный. Так, отделяем мясо от костей. И теперь ободранное мясо измельчаем мелким кубиком. Одну маленькую луковичку измельчим мелким кубиком. Сюда же в закусочку нам тоже пойдёт. И немного на масле обжарим её до готовности. Чуть-чуть, минуток 5 так. Пока лук-лучок обжаривается, зря время даром теряем. Берём мелкие огурчики, любые солёненькие. И также их кубиком измельчаем. Огурчики добавляем к мясушку. Сюда же добавляем вот так где-то 2 столовые ложки морковки по-корейски. Чуть-чуть совсем. Немного майонезика. И последнее это добавляем обжаренный лучок сюда. Всё готово. Теперь осталось перемешать. И по тарталеткам теперь всё это раскладываем прекрасным образом. Для следующей закуски берём шампиньончики. Их нужно почистить, помыть. Но это уже что там у них, какая кожура. И очищаем её. Следующий ход. Берём лучок, режем мелким кубиком его. Обжариваем до готовности. Пока лук обжаривается, где у нас были ножки, достаем их отсюда, извлекаем из грибочка. И также режем меленько. И вместе с лучком всё это обжариваем. Добавим немного чёрного перчика и немного солички. Теперь берём грибочек, ломтик бекона. И оборачиваем вокруг грибочка этот ломтик бекона. Вот таким образом. Вот так. Всё держится прекрасно и хорошо. Теперь внутрь накладываем начинку. Это лучок, обжаренный с ножками. Или ножки, обжаренные с лучком. Таким образом. Уже какая красота получается. И, конечно же, сверху немного посыпаем сырком. Так. И теперь, чтобы уже окончательно приготовилась, духовку на 15 минут. 180 градусов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь время пришло ответ от всех наших яс. Сегодня очень все аппетитненько, бекончик так вкусненько пахнет, друзья мои. Все очень быстро, легко, просто, доступно. Приготовила я это буквально все за час. Скажу вам, это и даже неплохой результат. Ну а теперь давайте пробовать все эти вкусняшки. Начну я, пожалуй, вот с этой елочки. Что первое делала, с того и начну. Так, ну что ж, пробуем. Это закуска на все времена, просто в новой подаче. Сыр, яйца, крабовые палочки, чесночок. Ну это просто перфектно. Отличный результат, а в виде елочки вообще круто смотрится. Так, ну что ж, давайте попробуем теперь вот эту вкусняшку. Вот такие вот колбасные ролики. На один зубок вкусно, быстро и доступно. Вместо, например, надоевшей колбасы нарезки можно сделать вот такой вариант. Красиво смотрится, быстро делается и животику вкусно потом в итоге. Так, ну что ж, теперь попробуем вот эту закусочку с тарталетками. Вроде салат, вроде тарталетки, вроде закуска. Непонятно что. Под бокальчик на Новый год зайдет на ура. Соленый огурчик, ох-ох-ох. Да, это вкусненько, еще как. Теперь отведаем грибочки, шампиньоны, запеченные с бекончиком, с сыром. Очень вкусно, с них прям сок так и плечет. Они очень сочные, ну очень. Во-первых, бекон дает еще свой сок. И во-вторых, сами грибы еще по себе сочные. Просто эта закуска понравится всем однозначно. Делала такую неоднократно и тоже разлетается первой на столе. Этот закусон мой фаворит. Я ее просто обожаю. Грибочки, бекончик, сырок. Что еще нужно мне? Ничего, очень вкусная закуска. Попробуйте с беконом сделать, если вдруг не делали. Это оригинально вкусно и сочно. Аромат стоит, закачаешься. Плюс еще и очень вкусно. Вот такие у меня сегодня были закуски, друзья мои. Все очень даже неплохо и очень даже вкусно. А сегодня все. Пойду доедать, друзья мои. Всем отличного настроения. И пока, до скорой встречи. Увидимся с вами уже завтра.